Приступим к созданию отчета. Перед тем, как начать работу, давайте немножко перенастроим клик You. Зайдем в пункт меню Settings, визер Preferences. И в вкладке Design отметим птичку, Always Show Design Menu Items. На значение этой птички я немножко похоже расскажу. А теперь давайте посмотрим на образец нашего отчета. Отчет состоит у нас из двух таблиц. И одного графика. К сожалению, мяч от него не влез целиком и прям. Но будем так работать. Первая таблица отображает планфакт-анализ. Вторая отображает годовую по квартальную динамику продаж. И график тоже отображает по квартальную динамику этого года. Для разработки отчета в клик You я буду использовать только один компонент. Это Chart. Процесс создания отчета будет построен следующим образом. Мы полностью будем строить компоненты по одному. То есть вначале построим полностью первую таблицу. Оформим ее все как положено до конца. И потом уже будем приступать к второй и далее графику. Так как система Клик You она больше пропортиориентированная. Так, я думаю, будет более удобно. Так, давайте попробуем строить первую таблицу. Нам потребуется справочник континент. Потребуется справочник продуктовой группы. Потребуется показатель план и факт. А также потребуется рассчитать показатель процента выполнения. Я буду стараться почаще нажимать ОК в Клик You, чтобы мы видели эффект от задания конкретных опций. Итак, давайте создадим новый элемент управления. Чарт. И тип отображения нам потребуется Pilot Table. Давайте сразу вводим зокового к окна. Я ничего вводить руками не буду. Я буду копировать с образца. И переходим на следующую страницу. Здесь нам необходимо выбрать те измерения. То есть те справочники, которые будут использоваться в нашем отчете. Как я уже говорил, это будет продуктовая группа. И континент. Давайте, континент. Кодектовая группа. Далее на следующей вкладке нам необходимо определить показатели, которые будут отображаться. И задать им агрегирующие суммы. Эти показатели с суммой полностью можно набрать руками. То есть в виде кода. А можно воспользоваться мастером. Давайте я воспользуюсь мастером. Так нам потребуется сумма. Общая сумма плана продаж. То есть сумма, показатель сейлс плана. Вставить. Ок. И потребуется нам факт продаж. По такому же образцу добавляем еще один показатель. Сумма. Сейлс сумма. Вот оба показателя мы сделали. Давайте мы определим заголовки более правильные. Сразу же. То есть это у нас будет план. Это будет факт. Есть. Надо теперь создать расчетный показатель, который будет отображать процент выполнения. Для этого добавим еще одно поле. Сам процент выполнения у нас будет считаться как по простой формуле. План, точнее факт, уделенный на план, умножить на 100%. Будем эти операции проводить уже на агрегированных числах. Поэтому тоже применяем агрегатную функцию сумма. Берем факт. Добавляем. Делить на план. Тоже сумма. План. И умножить на 100%. Есть такая формула. И сразу дадим заголовок нашему показателю. Так, минимальный набор у нас готов, опции. Поэтому можем уже посмотреть на результат. Нажимаем финиш. Видим, у нас появилась такая табличка. Но отображается у нас не совсем правильно. Точнее не совсем так, как бы нам надо. Нам надо показывать группу континент, справочный континент. И перетащить его таким образом в столбцы. Для этого нам необходимо взять справочный континент. И перетащить его таким образом в столбцы. Видим, что теперь немножко неправильно сделала. Промазал. Давайте вот континент чуть выше показателей. Вот так более правильно будет. Видим, что теперь у нас график имеет более правильный вид. Более похожий на который в Excel. Далее идем дальше по списку опций. И создаем настройки. Мы остановились на вкладке Expression. Переходим на фокус-сорт. По умолчанию все справочники сортируются по виду. И нас в данном случае это все устраивает. Поэтому мы здесь ничего менять не будем. А вот на вкладке Presentation. Мы немножко кое-что применяем. В первую очередь нам необходимо добавить вот эту ячейку с итогом. Которая показывала по общению. Общие агрегаты по продуктовым группам. То есть по всему справочнику продуктовым группам. Для этого остановимся на элемент Good Group. И ставим птичку Show Partial Sooms. И сразу дадим правильное значение. И нам бы неплохо, чтобы элемент Азия Австралия был выравнен посередине. То есть справочник континент был выравнен посередине. И все остальные справочники были бы тоже выравнены посередине. Название имею в виду. То есть как вот здесь. Для этого нам необходимо ставить на континент. И лейбл. Здесь лейбл выравнивания. Заголовка. Поставить по центру. Также необходимо у нас справочник. То же самое сделать. Поставить все по центру. В принципе здесь у нас большую опцию на докладке задавать на надо. Давайте нажмем ОК. Посмотрим на результат. Видим, что все выравнилось как надо. Кроме континента. А, да. Еще надо поставить опцию дейта. Вот здесь. Теперь все у нас более правильно. Суммы пока с вами с вами решеточками. Потому что они не лезли по ширине. Сейчас я не буду растягивать столбцы. Так как мы еще должны будем задать формат отображения показателей. К этому вернемся немножко попозже. Далее идем к следующим опциям. Здесь у нас в этом окне мы можем задать условное форматирование ячеек. Если мы посмотрим на образец. Образцы у нас все проценты выполнения, которые превышают значение 100%. Отмечаются зеленым цветом. Давайте это же условное форматирование применим в нашем лимите управления. Становимся на показателе процента выполнения. Значение Апер 100. То есть выше 100%. Задаем оформление. По умолчанию уже зеленый стоит. Поэтому я вижу смысл его менять. Давайте еще добавим, чтобы он был жирным. Нажимаем ОК. Видим, что значения стали более... Позеленелись. Те значения, которые выше 100%, стали зелеными. В принципе эффект есть. Идем далее. Общие стили мы менять не будем. Надо задать формат отображения чисел. План-факт у нас имеет долларовый формат отображения без знаков после запятой. Для этого мы выберем формат money. И в образце по умолчанию берем ту часть, которая отвечает за количество знаков после запятой. Видим, что на образце у нас стало все более-менее правильно. Нажимаем ОК. Видим, что и здесь вар стало правильно. Теперь зададим для процента формат. Проценты у нас отображаются просто числом. С двумя знаками после запятой. Вот так. Нажимаем ОК. Стало все более-менее правильно. Идем далее. В вкладке шрифта менять ничего не будем. Layout тоже. Кэпшен мы уже задали на самом первой вкладке. Здесь просто на последней вкладке можно задать механизм оформления и все такое. Я ставлю все по умолчанию. Теперь давайте выполним цветовое оформление отчета. Для этого нам необходимо ставить на оформляемую ячейку. Набрать мышку. Нажать правой кнопкой мыши. И выбрать пункт Custom Format Sell. Кстати, если бы мы не поставили птичку в самом начале этого видеоролика, то этого пункта меню не было. Нажимаем Custom Format Sell. И можем теперь спать опции. Опции оформления. Такие как фон. Давайте я сразу правильно поставлю. И цвет цвета шрифта. Жмем ОК. ОК. И видим, что изменился цвет. Фон от цвета шрифта. А тот, который используется у нас в образце. И таким образом я сейчас переоформлю все ячейки, которые требуют изменения цвета. Ну все, оформление завершено. Видим, что примерно все совпадает с образцом. Теперь нам необходимо отфильтровать значение в таблице только за 2010 год. Перед тем, как я применю механизм фильтрации, давайте я немножко расскажу про технологическую основу того, что я буду делать. По умолчанию в ClickU все элементы управления, которые отображаются на учете, они между собой связаны. То есть давайте я, например, создам еще один элемент управления. Листбокс. Для продуктовой группы. Вот появилась такая табличка. Несмотря на то, что это отдельный элемент. Сам по себе, существующий. Он связан со всеми остальными. То есть если я здесь выберу какие-нибудь элементы. Элементы справочника. То и вторая таблица у меня отфильтруется по этим элементам. Вот так же само она работает и наоборот. То есть если я выберу в этой таблице элементы какие-нибудь. Они фильтруются и в других элементах. Но в какой-то момент можно сделать как-то называемую отвязку конкретного элемента от всех остальных. То есть, например, берем и сейчас отвяжем нашу таблицу. Сделаем ее самостоятельной. То есть правильную кнопку мыши нажимаем, выбираем пункт и touch. И дальше, если мы будем менять в остальных элементах состояние значения, то отвязанная таблица не будет на них реагировать. Таким образом, я и сделаю фильтр за 2010 год. То есть я добавлю временно список. Со справочником год. Выберу 2010 год. Вижу, что значения у меня уменьшились. То есть отфильтровались. Вот сделаю таблицу номер один отвязанной. И удалю. Очищу выборку. Вот, и удалю этот элемент. Таким образом, я зафиксирую состояние первой таблицы за 2010 год. Теперь давайте немножко растянем нашу таблицу, чтобы она была примерно по ширине нашего икона. И чтобы в лезвие засела все значения. Вот. Вот, примерно так и оставим. То есть вся таблица по ширине не влезла. И сжатых значений нет. То есть тех значений, которые отображаются решеточкой. Вот в таком состоянии я буду считать, что первая таблица у меня готова. Можем для сравнения проанализировать состояние чисел. То есть давайте по Ази Австралии. Общая самоплана 434, 160, 454. Смотрим. Азия Австралия. План 403, 160, 404, 160, 403, 4. Общий процент выполнения 98, 95. Процент выполнения по Абакалии 99,05. 98, 95, 99,05. То есть на скидку числа примерно верная. Там можете самостоятельно сравнить более детально. Приступим к созданию второй таблицы нашего отчета. Сразу немножко забегу вперед и скажу, что мне не удалось сделать с помощью Кликпио. Это первое. Мы видим, что у нас континент подражается таким образом немножко выше детализированного перечня продуктов групп. Вот. И в одном столбце. Мне не удалось таким образом расположить элементы в Кликпио. У нас будет здесь два столбца. Но... Или конкретный континент будет располагаться в нужной нам позиции, но просто в виде отдельного столбца. Чуть ли в день. И вторая вещь, которую мне не удалось реализовать, это... Вот такой вот способ расположения итогов. То есть мы видим, что континент у нас располагается выше перечня продуктов групп. А общий итог располагается снизу. В Кликпио в компоненте я могу выбрать только общее расположение subtotal либо сверху, либо снизу. Поэтому в реализации отчетов в Кликпио у меня будет все subtotal располагаться снизу. Я точно не могу сказать, почему у меня не получилось. То ли это невозможно взять Кликпио, то ли сказывается не на сладок опыта работы с этим инструментом. Но будет так. Итак, давайте создадим еще один элемент управления. Это будет чарт. Провод тейбу. Зададим ему заголовок. Нам потребуется опять континент, блоковая группа. И достаточно большой перечень показателей, отфильтрованных за конкретные периоды. Давайте я по образцу 2009 года сделаю, полностью продемонстрирую механику создания. Все остальные создания создан в ускоренном режиме. Так, нам потребуется агрегатная функция сумма. Сумма продаж. Далее воспользуемся функцией if. В таком виде. То есть, все это означает следующее. Что если сейчас строка принадлежит 2009 году, значит взять из нее сумму. Иначе 0. Таким образом, мы отфильтруем общую сумму продаж за конкретный период. Нажимаем ОК. И назовем показатель, как и положено. И так далее. Создадим полный перечень показателей для каждой конкретной инструкции. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем финиш. Смотрим, что у нас появились какие-то числа. Но, континент у нас с группированием такими плюсиками. Давайте мы сразу в презентейшн. Континенты в продуктовой группе зададим свойства. Пункты все время развернуты. Чтобы у нас картина была более наглядная. Идем далее. Сортировки мы задавать не будем. Вот в презентейшн. Континенты в продуктовой группе сделаем отображение промежуточных токов. То есть, таким образом у нас появится с обтодовым для конкретных континентов. И общий ток по всем. То есть, за всю... За всю весь прачьи континентов. На goodgroup тотал западим пробел, чтобы он не отображался. У нас будет просто отображаться континент и общая сумма. И оформление мы подскажем, что эта строка является итоговой. А общий ток мы назовем, как в Excel. Это он. Есть. Здесь уже все лейбы зададим выравненные по центру. Смотрим на результат. Видевшие появились от отодового. Эти элементы выравненные по центру. Есть общий ток. Теперь давайте сделаем так, чтобы континент оброжался не посередине. То есть, не вывернули по вертикали. А напротив тотал ячеек. Чтобы когда мы оформили граунду на пятную строку, у нас континент был вот именно напротив тотал. Было понятно, что эта строка имеет отношение к тоталу по континенту. Для этого заходим в property. Напротив континента выбираем вертикальное выравнивание. К низу. Есть. Идем далее. Переходим к условному оформлению. Давайте посмотрим на образец. Видим, что там, где 2010 год, если 2010 год, показатель за 2010 год у нас больше, чем за логичный показатель за 2009 год, значит он должен быть оформлен зеленым шрифтом. Такая же логика просматривается для кварталов. И как это ни странно, но условное оформление будем делать не в этом окошке. Я сейчас расскажу, почему. Во-первых, у нас здесь используется не статическое число, больше или меньше, что 100%, как в первой таблице. А используется data item, например, 2009 год. То есть в условном оформлении 2010 года должно стоять здесь выражение для 2009 года. К сожалению, мы не можем использовать ссылку на конкретный показатель из раздела expressions. Поэтому давайте его вычисление возьму из полного expression. То есть механизм расчета этого показателя от 2009 года. Вот если мы его вставим, я ставим, чтобы он был оформлен зеленым. Вот, немножко нет, но вставим. 2010 год. Я ставим, чтобы он был оформлен зеленым. И посмотрим на результат. Видим, что самоформатирование не применилось. Применилось только как в топовой ячейке. Это связано с тем, что в диалоговом окне условного форматирования у нас не используется контекст, не отображается контекст использования. То есть здесь и всегда по всему слабцу в каждой ячейке сравнивается итоговое значение, которое мы высчитали выражением и конкретное значение текущего показателя 2010 года. Для того, чтобы эту проблему избежать, нам необходимо условное форматирование сделать немножко другим способом. Для этого нам необходимо вернуться в вкладку расчета выражений и в конкретном показателе рассчитать цвет текста. То есть в этом выражении у нас должен вернуться конкретный показатель цвета текста. Сделаем это следующим образом. Сравним значение 2009 год со значением 2010 год. То есть если у нас 2009 год меньше, чем 2010 значит нам применить функцию if опять-таки значит нам вернуть код цвета такой выбираем функцию color rgb вставить то есть если у нас условие выполняется то 2009 год меньше, чем 2010 значит мы должны вернуть зеленый зеленый код света иначе в противном случае мы должны вернуть код черного цвета вот в таком виде у нас должно быть выражение нажимаем ok ok и смотрим что там где 2010 год больше чем 2009 у нас появилась зеленая такая подсветка вот таким образом мы должны сделать условное форматирование для всех остальных ячеек проверяем результат нажимаем ok ну и я на скидку вижу что все вроде работает правильно теперь давайте зададим формат отображения чисел переходим в вкладку number у нас для всех показателей используется один формат булавы без знаков после запятой теперь все более правильно давайте выравниваем столбцы отобразим твой лиц полностью далее я обформу таблицу сладостных цветов которые использовался обратно Продолжение следует... Ну, в общем, примерно так и оставим табличку, которая более-менее похожа на то, что у нас в Excel. Единственное, что у нас получилась такая достаточно широкая. Большой график будет тесно. Но сейчас попробуем все вместить. Теперь давайте добавим график. Давайте посмотрим на образец. В графике у нас есть 4 группы столбцов, но каждый квартал, каждый столбец отвечает за соответствующий год. Итак, добавим компонент чарт. Такой же тип будет чарт, обычный график столбцовый. Заголовок у нас будет звучать как общая динамика коддаши. Теперь нам будет необходимо сделать одно хитрое вычисляемое поле, которое по себе содержало бы номер Кватала. И его идентификатор полноценный, так как у нас квартала имеют уникальный идентификатор, включающий год. Нам необходимо отрезать год, оставить номер квартала, чтобы у нас получилось ровно 4 квартала. Для этого я буду использовать расчетное измерение. Вот с такой вот. На базе такого выражения. Выражение не очень сложное, оно просто вычисляет номер квартала, именно порядкового номера, от 1 до 4. И добавляет приставку КВ, чтобы оно правильно визуализировалось. Нажимаем ОК. И назовем этот столбец как, точнее, это измерение как квартал. Далее нам еще потребуется год, как история. Выражение у нас будет из пояса обычная сумма продаж. Соблигация сумма. Примерно так. Давайте посмотрим на наш график. Что у нас получилось. В общем, примерно правильно, давайте только в SEO-сеном заголовку сделаем. Другая. Вот так. Или можем повторить общую динамику продаж. Но это будет не очень красиво, если нам повторяться. И, в принципе, график у нас можно считать готовым. Так я его заставлю. Только попробую его сейчас втулить в то расстояние, которое осталось у нас на пазе общей ширины. Будет не очень красиво. Даже совсем не красиво. С графиком он тяжело встулить. Даже, в принципе, немножко уменьшить шрифт. Но это, конечно, сделало очень плохо читабельным второй таблиц. Но только таким образом я могу внести график. Я сразу не заметил, но у нас тут немножко неправильно отсортированы кварталы. Давайте тест-правим. Примем в фокус-сорт. И наш вычисляемый элемент квартал. Добавим в условия сортировки. Нажимаем ОК. И теперь у нас остался буквально последний штрих. То давайте уберем название измерений из далеко от уголков нашей таблицы. Я это специально оставил напоследок. Так как когда мы убираем, то есть заменяем название измерений на пробел. У нас по вкладке Presentation измерения становятся безличными. Что является очень удобно. Если мне придется уменьшить свойства этих элементов опять на этой вкладке, то мне придется убрать пробел. Нажимаем ОК. И повторяем этот трюк для второй таблицы. Теперь я считаю, что наш результирующий отчет похож на образец по функции новое вкрумление. И считаю задачу выполненной.